Доброе утро! Здравствуйте! С вами Дарья Вялкова и Егор Матаев. Вы смотрите «Новое утро» на телеканале «Катунь-24». Сегодня 9 июня, четверг. И мы начинаем этот день с вопроса. Ну, точнее, я начинаю. Какой вопрос? Друзья, подскажите, где мне найти исторические фотографии нашего города? Я занимаюсь созданием новой исторической программы и вот вовсю готовлюсь, Даш, в виде. Егор, все просто. В этом тебе поможет архив. И, кстати, сегодня, 9 июня, отмечается Международный день архивов. Точно, точно. Кстати, дата праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО, был основан Международный совет архивов. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов. Вот так. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Сохранить документальное наследие, дать возможность людям знакомиться с уникальными документами – это главная задача архивистов. Поэтому День архивов – это не только профессиональный праздник всех работников данной отрасли, но и памятная дата, установленная для привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих решения к достижениям и проблемам архивного дела. Всех причастных к этому празднику мы с удовольствием поздравляем. Да, с профессиональным праздником вас, архивисты! День архивов В июне 1917 года была утверждена стипендия имени почетного гражданина Барнаула генерал-майора Болдырева, бывшего начальника Алтайского округа. Стипендию получали студенты механико-технического училища имени Ивана Ползунова. 9 июня 2014 года ушел из жизни алтайский писатель Марк Юдалевич, участник Великой Отечественной войны. Свои первые стихи он опубликовал во фронтовых газетах, редактировал «Альманах Алтай», работал в газетах «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая». Марк Юдалевич – автор более 50 книг. Из особо известных произведений его повесть «Голубая дама». Как держать в норме инсулин? Да, это очень важный такой момент, потому что инсулинорезистентность – это тоже защитная реакция организма в неблагоприятных условиях. Но, коли хронический стресс – он длительный, инсулинорезистентность у лиц, которые генетически предрасположены, например, к избыточному массе тела, да, или к ожирению, да, или к сахарному диабету, то вот стресс может провоцировать как раз активность вот этой инсулинорезистентности. Инсулин, он действует на клетки жировой ткани. В жировой ткани изменяется соотношение женских половых гормонов, то есть эстроген повышается больше, и нарушается цикличность яичников, потому что инсулин работает и напрямую на яичник через инсулиноподобный фактор роста. То есть это как раз синдром поликистозных яичников, да? Да, 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 то есть следствием этого является синдром поликистозных яичников. Нужно заставлять себя работать. Любая физическая нагрузка, она повышает чувствительность к инсулину. А действительно ли 10 тысяч шагов могут снизить инсулинорезистентность? Или у кого-то это 10 тысяч, у кого-то 12, у кого-то 15? Как вы относитесь к этой рекомендации? Это действительно так, но мы понимаем с вами, что у каждого человека должна быть индивидуальная физическая нагрузка. Самое простое, доказанное, это 10 тысяч шагов. Просто встань и иди называется. Встань и иди. Да, встань и иди. Встань и иди. Всем доброе утро. Мы продолжаем. Если сегодня, 9 июня, у вас день рождения, ваш знак зодиака – близнецы. Это знак стихии воздуха. Женщины, рожденные 9 июня, отличаются такими качествами, как харизма, непосредственность, богатая фантазия и властность. А мужчины, рожденные 9 июня, наделены такими чертами характера – настойчивость, сообразительность, свободолюбие и принципиальность. Слушай, Даша, мне кажется, нужно просто заканчивать вот это и просто передать слово профессионала в этом направлении. Да, это точно. Ксения, ноябрь и гороскоп на Катунь-24. Гороскоп 9 июня, четверг, 11 лунный день. В четверг вы будете полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть вас головой. Вы бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно. День склоняет не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения могут оказаться неожиданностью даже для вас самих. Если вы не хотите, чтобы импульсивные шаги привели к ошибкам, необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы. Во всех делах на первом месте будет стоять свое «Я». Гороскоп на этот день наделяет огромными запасами уверенности в себе, склоняя к экоцентризму. Из-за этого каждый склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других. Правда, у окружающих самоуверенное поведение вряд ли найдет понимание. Так что при всех намерениях не исключены конфликты и противодействия со стороны. Настал самый мощный энергетический день лунного месяца. Символ 11-го лунного дня – меч, сосредоточившийся в себе силу огня. Огненный меч дарит своему хозяину власть, неукротимую силу, гарантированную победу, но только в том случае, если человек сможет удержать его в руках. Сегодня наиболее высокий уровень концентрации энергии. Вы можете достичь многого, если обладаете лидерскими задатками. 11-й лунный день – прекрасный день для работы над собой и преодоления в себе темного, злого начала. А я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Как стать умным? Лично я так понимаю, что нужно читать много книг, ходить на все уроки, не пропускать школу. Нужно читать книги, не сидеть много раз в телефоне. Нужно много читать книг, зубы видеть. Нужно много увлекаться информацией в книжках, в разных библиотеках, книжках. Нужно читать книги, в которых написана информация, допустим, фразеологизма. Распределяет свое время так, чтобы умом было. То есть он не бездельничает, как пример, а занимает все свое время какими-то нужными делами и остается. То есть у него все по плану идет. Вот, например, школа. Она помогает стать умным. Она тебе что-то рассказывает, ты это запоминаешь. Потом вот тебя спрашивают, например, сколько будет 2 умножить на 2. Ты не просто там думаешь, 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 думаешь. А вот ты сразу, ты знаешь это, ты это запомнил. Ты просто отвечаешь 2 умножить на 2, будет 4. Мне в школе больше всего нравится математика, потому что там, мне кажется, там у нас все самое главное, чтобы, допустим, как мы бы жили, если бы мы не могли читать. Нужно хорошо учиться, внимательно слушать на уроках, читать побольше книг, какие-нибудь познавательные, допустим. Можно почитать, ну, к примеру, какую-нибудь поучительную сказку или можно просто почитать учебник. На вопрос отвечали учащиеся Барнаульской гимназии искусств и культуры. И снова здравствуйте, с вами новое утро на Катунь-24. Международный день архивов. Мы пригласили к нам в гости исполняющего обязанности директора Государственного архива Алтайского края Елену Егорову. Елена Дмитриевна, здравствуйте. Доброе утро. Мы рады вас видеть. И расскажите, что хранится в Государственном архиве Алтайского края? Какие самые старые документы хранятся в Краевом архиве? Ну, наш Государственный архив Алтайского края один из старейших архивов Сибири. У нас документы хранятся начиная с 1744 года. С этого периода у нас уже откладываются документы не единичные какие-то, а системы, сложившиеся комплексы документов о развитии региона. С 1744 года, представляешь? А вот кто в наши дни посещает архив? То есть, ну, как правило, сейчас же есть все в интернете, ну, скорее всего, я ошибаюсь, но тем не менее, вот кто им посещает? Молодежь, взрослые люди. С какими запросами приходят? У нас контингент посетителей совершенно разный. Конечно, это в зависимости от интересов общества контингент меняется, да. Если до 90-го года нашими посетителями в основном были ученые, исследователи, краеведы, то сейчас очень много посетителей. Это простые граждане, жители города, края, других регионов. Основная часть посетителей наших читальных залов – люди, которые занимаются сегодня изучением своей семейной истории, генеалогическими исследованиями. Но при этом значительная часть пользователей – это сотрудники государственных учреждений, организаций, органов власти, которые обращаются к нам в архивы за документами, как правило, своих фондов, которые уже поступили к нам на хранение. Они изучают для каких-то практических решений, практических задач. Приходят граждане за документами по узаконению земельных участков, жилья, квартир. Просто в связи с тем, что у нас поменялась система государственного устройства, да, все эти вопросы в советское время решались по-разному, по-другому совсем, нежели как сейчас они решаются. Документы отложились уже в наших фондах, и люди в процессе узаконения и подтверждения своих прав владения тем или иным имуществом приходят за документами к нам. Другая категория обращений – это не те, кто приходит непосредственно в читальные залы, которые обращаются с запросами, с заявлениями. Но в основном сейчас это через учреждения пенсионного фонда, за подтверждением сведений о своем стаже, заработной плате и так далее. У нас достаточно большой комплекс документов хранится именно вот этого вида. Лена Дмитриевна, вы задели тему «История семьи». Расскажите, как можно получить информацию о наших предках, которые имеются у нас в архиве Алтайского окраина. Например, о семье моих бабушек и дедушек, вот кем они были, откуда приехали. Как можно? Ну, вы знаете, это очень обширная тема, и сейчас много об этом пишут, говорят исследователи, которые наработали какой-то практический опыт работы с архивными фондами. В интернете очень много различных сайтов, которые как-то пытаются рассказать об этом, как идти по этому пути. Мы тоже со своей стороны работаем с исследователями, потому что мы прошли уже достаточно большой временной промежуток, когда это уже более 20 лет, когда люди начали активно ходить именно по этой тематике к нам. И в первые годы мы, конечно, и мы, и они испытывали большие трудности в работе с архивными документами, потому что люди, когда приходят неподготовленные, не представляют с чего начать, как начать. Поэтому у нас сейчас тоже есть уже наработанный опыт, свои методики, свои рекомендации. Они размещены на нашем сайте. Мы периодически проводим мастер-класс «Корни и крона», который пользуется большой популярностью у нас. Когда приглашали пользователей наших читальных залов, объясняли, с чего начать, как начать, с какой информацией нужно прийти. Потому что к нам в читальный зал прийти и сразу что-то взять, сказать, вот я хочу узнать. Нужно все равно располагать каким-то определенным багажом знаний о своих родственниках, о том, где они проживали, когда они проживали, чтобы понять, в каких фондах нам искать нужную информацию. Насколько я понимаю, все равно какой-то алгоритм он уже имеется. Это хорошо. Елена Дмитриевна, я предлагаю сейчас сделать маленькую паузу, немного прерваться. Ну а вы, друзья, оставайтесь с нами. Совсем скоро продолжаем. В Алтайском крае отменен масочный режим. Постановление подписал губернатор Виктор Томенко в связи с улучшением эпид-ситуации. При этом сохраняется рекомендация Краевого управления Роспотребнадзора о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Дети в возрасте до 7 лет смогут бесплатно проезжать в электричках и пригрыдных поездах. Решение об этом приняли в Госдуме. При этом отдельное место для маленьких пассажиров предоставлять не будут. МЧС проведет очередные тренировочные учения. Цель – определить уровень подготовки личного состава и слаженность действий. Граждан просят соблюдать спокойствие. Почти 105 тысяч жителей края приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Граждане выбирали из 95 объектов. В итоге лидерами стали 15 общественных территорий. С 25 июля по 12 августа в Барнауле будет проходить приемка школ к новому учебному году. Специалисты уделят особое внимание антитеррористической и пожарной безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. В Барнауле на улице Пионеров ограничили стоянку транспорта на участке от проспекта Ленина до здания номер 13А по нечетной стороне. Дорожники уже установили знаки. В день России 12 июня на Льду Барнаульско-Титов арены пройдут товарищеские матчи по хоккею с участием детских команд Алтайского края и Донецко-Народной республики. В них примут участие дети 8 лет. С 16 по 19 июня в Алтайском районе пройдут Малые краевые дельфийские игры. В них примут участие более 900 человек из 45 муниципалитетов. Они будут состязаться в 13 номинациях. Погода. Здравствуйте. Коротко о прогнозе погоды на 9 июня расскажу вам я, Артем Тарасов. Ночью в регионе ожидается плюс 10, плюс 13 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 22, плюс 24 градуса. Облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. 9 июня Международный день архивов. 13 декабря 1765 года был создан архив горных учреждений Алтая, родоначальник современного краевого архива. Он более двух веков по крупицам впитывал в себя важнейшие для науки и человеческой практики документы. Они раскрывают творчество Ползунова, Фролова, Залесова и Литвинова, Стрижкова и Лаулина. 16 апреля 2020 года было организовано Алтайское губернское управление архивным делом. На сегодняшний день объем фонда Алтайского края и других архивных документов на 1 января 2022 года составляет 5 850 549 единиц хранения. На этом у меня все. До встречи! Мы продолжаем встречу с исполняющим обязанности директора Государственного архива Алтайского края Еленой Егоровой. Елена Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о работе именно по отбору документов сегодняшнего дня в составе архивного фонда. Да. Одно из наших важных направлений, мы же ведь не только храним документы до прошедших веков, мы очень большая часть нашей работы, важная, это отбор документов действующих организаций, органов власти, общественных организаций, государственных учреждений на постоянное, так сказать, вечное хранение. Наши документы хранятся вечно. У нас более 200 организаций, источников комплектования, с которыми мы работаем каждый день в плане регулирования текущего делопроизводства, отбора документов на постоянное хранение, особого внимания этим документам, порядку их формирования, порядку их придания им того статуса, который у них должен быть, чтобы потом эти документы стали действительно полноценными документальными источниками, подтверждающими деятельность того или иного органа власти, той или иной организации, и стали действительно востребованы подлинными документальными источниками в будущем, чтобы будущие поколения могли опираться на эти документы в полной мере. — Но, тем не менее, есть же все равно какой-то определенный срок. То есть, какие из документов уничтожаются за давность лет, например, есть такие? — Эти процессы уничтожения как раз и происходят, отбора и уничтожения происходят на этапе деятельности в организации источников комплектования. У нас документы, если к нам документы поступили на постоянное хранение, они у нас хранятся вечно. Мы ничего не уничтожаем. Есть категория документов по личному составу, которые мы храним. Более 800 тысяч единиц хранения на сегодняшний день у нас. Но у них длительный срок хранения. На сегодняшний день это от 50 до 75 лет. И сроки хранения документов этого периода, ну только-только мы начинаем подходить к этому процессу, когда необходимо просматривать вот эти комплексы документов, срок хранения которых истекает на предмет уничтожения. Но дело в том, что систематически такие большие комплексы документов по личному составу начали в нашем регионе формироваться в 30-е годы, предвоенные годы, военные. Мы приняли на хранение документы крупных промышленных предприятий, и вот у них есть такие комплексы документов. Мы их, прежде чем определить к уничтожению, мы проводим экспертизу ценностей, отбираем какие-то из них. Потому что специфика ведения документов в тот период времени была немножко другая. Вопросы основной деятельности, вопросы кадровые пересекались, и, как правило, могли проходить в одних и тех же документах. И поэтому какая-то часть документов по личному составу будет переведена в категорию документов постоянного вечного хранения и также будет храниться вечно. Хорошо. А как идет процесс оцифровки документов? И все ли документы можно и нужно оцифровывать? Ну, эти процессы тоже другое важное направление нашей работы. Вот видите, сколько у нас важных направлений работы. У нас существует отдел автоматизированных архивных технологий, который целенаправленно занимается не только внедрением автоматизированных каких-то систем, информационных систем в нашу деятельность, но и как раз оцифровкой архивных документов. Мы эту работу проводим уже достаточно давно. Впервые у нас большой достаточно цифровой сканер появился в 2007 году. И вот с тех пор мы целенаправленно проводим эту работу. Прежде всего, оцифровываются, конечно, документы востребованные. Потому что одна из основных целей оцифровки – это обеспечение широкого доступа пользователям, в том числе и в удаленном режиме тоже эти вопросы у нас сейчас решаются. Находящиеся в плохом физическом состоянии, в недовлетворительном физическом состоянии, к сожалению, такая категория документов тоже есть. И длительные сроки хранения так или иначе приводят к тому, что документы стареют. Никто эти процессы не остановить. Поэтому у нас достаточно большой штат, пять реставраторов, которые системно занимаются реставрацией документов. И как раз процесс оцифровки позволяет нам не только обеспечить широкий доступ, но и обеспечить сохранность этих документов, чтобы предотвратить массовое использование документов. Потому что в процессе использования, к сожалению, документы ветшают. Кстати, наша встреча, точнее запись нашей встречи, я тоже уверен, попадет когда-нибудь в архив. Но попадет она в интернет. И, кстати, вот вопрос, все-таки не принижает ли интернет значимость такого могучего архивного дела? Ну, я думаю, что нет, это невозможно. Все-таки подлинный документальный источник останется подлинным навсегда, я думаю. Несмотря на сейчас на широкое распространение электронных документов, все-таки основные документы о деятельности государства и общества, все-таки это подлинные бумажные документы, заверенные печатями и подписями государственных лиц. Поэтому я думаю, что они останутся вечно, тем не менее. Хорошо, Елена Витальевна, спасибо. Спасибо вам большое за интересную беседу, спасибо, что пришли в гости к нам. Мы напоминаем, что в студии была исполняющая обязанности директора Государственного архива Алтайского края Елена Егорова. Продолжение следует... Это «Новое утро» на Катунь-24 и мы продолжаем. Напомним, что сегодня четверг, 9 июня. День 9 июня в истории России был богат событиями, касающимися монархов. Например, в этот день родились два российских самодержца. В 1661 году Федор III Алексеевич, а в 1672 году Петр I Великий. Кстати, именно Петр стал первым российским императором. До этого были просто цари. И именно Петр Великий 9 июня 1719 года поделил российские губернии на провинции и уезды. 9 июня 1737 года в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю 18 века городских пожаров. Огонь охватил центр города и сгорел даже Кремль, представляешь? Даш, мне кажется, тут нужно продолжить исторический батл. Вот ты готова. Давай. 9 июня 1883 года открылся исторический музей в Москве. Ну хорошо. 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина в ходе Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль за взятие Берлина. Егор, слушай, сколько хороших событий мы сейчас с тобой вспомнили. Здорово ведь? Ну конечно, хорошие события вспомнили. А теперь посмотрим хорошие новости. На Катунь 24. 300 участников и 200 волонтеров отметят День России на Завьяловских озерах. Праздник проведут 12 июня. На территории села и местных турбаз организуют 6 площадок. На сценах выступят краевые и районные творческие коллективы. Также проведут межрегиональные соревнования по футболу без возрастных ограничений. Большой фестиваль детской игры прошел в Алтайском крае. В этом году к нему присоединились 300 педагогических коллективов детских садов. Это учреждения Барнаула, Бийска, Камня-на-Аби, Белокурихи, Новоалтайска, Шипунова и Ребрихи. Для дошкольников устроили тематические игры на улице и в помещении. Праздник зебры пройдет на мини-ферме Барнаутского зоопарка. Для гостей организуют фотозоны с ростовыми куклами, мастер-классы и черно-белый концерт детских коллективов. В завершение устроят шоу с трехметровой пандой. Праздник зебры проведут 13 июня без возрастных ограничений. Хорошими новостями поделились жители и гости краевой столицы. Сходила на массаж. Внучка растет уже год и два месяца. Так, убыстрить, углубить, укрепить, черпать. Даш, ты чего? Квартал, жалюзи, кремень, мусоропровод. А, я понял. Ты повторяешь ударение, правильно? Ну, конечно. А вообще, это никому не помешает, между прочим. Ну, вообще, я согласен, да. Поэтому давай сейчас вместе с нашими телезрителями посмотрим урок, как правильно говорить по-русски. И эти подсказки мы услышим, как всегда, от Сони Князевой. Всем привет! Меня зовут Соня Князева, и я расскажу, как легко и просто можно писать и говорить без ошибок. Как правильно? Плодоносить или плодоносить? Правильно плодоносить. С ударением на последний слог. Чтобы легко запомнить, есть стишок. Надо у биолога срочно спросить, будет ли дерево плодоносить. Правильно говорить – плодоносить. Все растения начинают плодоносить в первый год посадки. Если дерево перестает плодоносить, то оно нуждается в лечении. Она знала, что через год яблоня точно будет щедро плодоносить. Надеюсь, эта подсказка вам пригодится, и вы будете ставить правильно ударение в слове плодоносить. На сегодня у меня все. Всем пока! Просто по-английски Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Алексеевна Колупанова. Я профессор Российской академии естествознания, и мы начинаем наш урок английского. Сегодня я поделюсь с вами секретами английского произношения. И будем изучать, как читать по-английски окончание. Сегодняшнее окончание, если читаем по-латински – «tura», но по-английски оно читается как «če». Например, «culture», 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 «culture culture, picture – картина, picture, mixture – микстура, mixture, adventure – приключение, adventure. Я уверена, что вы запомнили все эти английские слова и знаете, как произносить окончание. Проверим. Culture – сельское хозяйство, nature – природа, picture – картина, mixture, mixture – микстура, adventure – приключение. А на сегодня все. Увидимся. See you. Инвестиции. Какое приятное слово. Многим кажется волшебной палочкой, способной избавить от любых проблем. Вот сейчас начну инвестировать и… А дальше? А дальше разочарование. Здравствуйте. С вами Максим Милосердов. Говорим о финансах просто. Константин собирается уволиться с работы и предлагает Оксане взять кредит под залог квартиры. У него финансовый проект. Дело выгодное. Уже двое знакомых вложили средства в перспективную растущую компанию и вернули их с прибылью. Оксана сомневается. У нее уже был неприятный опыт финансовых потерь. За инвестициями будущее. Все их делают. Инвестиции – это пирамида. Ты проиграешь. Миллиардеры только и занимаются инвестициями. И на этом зарабатывают. Лучше ремонтом займись. Итог обсуждения. Супруги поссорились. Простыми словами, инвестиции – это вложение свободного капитала с целью получения прибыли. Инвестиции – это приобретение дополнительной недвижимости, ожидание роста цен и покупка антиклариата и приобретение ценных бумаг. Инвестирование – это как возделывание сада, когда ты сначала вкладываешь силы, а результат, выросший на дереве яблоко, получаешь спустя немалое число лет. Главное слово при определении инвестиций – это слово «свободный». Инвестор вкладывает свободный капитал – деньги, которые у него остались после удовлетворения иных потребностей. Даже при неблагоприятном исходе потеря этих денег не навредит инвестору. Именно поэтому те, кто вкладывают в инвестиции последнее, терпят неудачу. Часто они продают актив на просадке просто потому, что деньги понадобятся. Инвестиция – это сложный инструмент, который включает в себя три вида – консервативный, сбалансированный и агрессивный. Консервативный позволяет сохранить и увеличивать деньги. Если вам гарантируют высокий доход за короткий срок, скорее всего, вас заувлекают финансовую пирамиду. Рекомендую проверить лицензию компании на официальном сайте Центрального банка России. Выходит, не соглашаясь на предложение супруга заняться инвестициями, Оксана была права. Она не хотела вкладывать последние деньги, которые нужны на удовлетворение иных потребностей и уж тем более не была готова рисковать имеющимися накоплениями. Что можно отнести к инвестициям? Первый образ, который возникает в голове – это ценные бумаги, акции, облигации. На самом деле выбор инвестиционных инструментов шире. Константин, по совету Оксаны, не стал вкладывать деньги в сомнительный фонд. Он приобрел автомобиль. Но не для себя. Машину он планирует сдавать в аренду соседу. Тот собирается таксовать. Затем Константин хочет продать машину. В этой ситуации автомобиль – это инвестиция Константина. Также можно инвестировать в драгоценные металлы, недвижимость, можно покупать акции или вкладывать средства в боевые инвестиционные фонды, передавая им деньги в доверительное управление. Ряд популярных банков предлагает собственные приложения для инвестиций. Для тех, кто хочет попробовать себя и понимает – вкладывать надо только свободные средства, потери которых не станут серьезным финансовым ударом. Инвестиции необходимо делать не на эмоциях, а на холодном расчете. Чтобы снизить риски, средства следует вкладывать в разные проекты. Прежде чем заняться инвестированием, надо создать подушку безопасности. Это позволит не выдергивать деньги из инвестпроекта в самый неподходящий момент. Инвестиции действительно помогли многим улучшить финансовое состояние. Но и о недостатках инвестиций следует помнить. Чем больше прогнозируемая прибыль, тем выше и риски. До свидания. Продолжение следует... Юридический совет. Исходя из принципа свободы договора, продавец и покупатель могут указать в договоре купли-продажи любую цену, на которую согласны обе стороны. И иногда при продаже квартиры некоторые продавцы просят покупателя указать в договоре заниженную, а не реальную стоимость объекта недвижимости. Чаще всего это вызвано их желанием уменьшить сумму налога на доходы физических лиц, которую им в большинстве случаев предстоит заплатить. Хотя есть риск, что в случае выявления налоговой службой занижения стоимости квартиры, то есть налоговой базы, продавцу доначислят налог на всю стоимость квартиры и привлекут к административной ответственности. Однако при заключении договора с заниженной ценой на квартиру, покупателю рискуют гораздо больше продавца. Например, если по какой-то причине договор купли-продажи будет расторгнут, либо сделка будет признана судом недействительной, покупатель сможет претендовать только на ту сумму, которая указана в договоре, и доказать, что на самом деле он заплатил намного больше, будет практически невозможно. Кроме того, покупатель не сможет в полном объеме получить налоговый вычет за покупку квартиры. Поэтому прежде чем согласиться на сделку купли-продажи с занижением стоимости объекта, обязательно оцените возможные последствия такой сделки. И напоминаю, всегда читайте документы, которые подписываете. По народному календарю Федорин день. Пословица «не выносить ссор из избы», согласно которой не нужно показывать общественности то, что происходит за закрытыми дверями дома, произошла именно от Федориного дня. Считалось, что мести пол нельзя и по той причине, что это приведет к семейным ссорам и неурядицам. Ссориться на Федоры тоже строго запрещалось. В особенности это правило касалось представительниц женского пола. То же самое относилось и к сплетням. Согласно народным верованиям, люди, которые поссорились в этот день, уже никогда не помирятся. На Федорин день проводили много обрядов, призванных задобрить домового. Например, можно попросить его о том, чтобы деньги никогда не переводились. Для этого нужно было налить бокал вина и поставить его на кошелек, в котором имеется несколько мелких купюр. Да, эту конструкцию нужно поместить куда-то в темное место, например, в чулан. Затем дождаться, пока сядет солнце, сесть перед окном, зажать семь свечей, перекреститься и проговорить. Домовой, прими чарочку и деньгу, чтобы не оказался я никогда в долгу. Пусть в моем доме всегда будет сытно и богато, чтобы была полна счастья моя хата. Замок закрываю, ключик из рук не выпускаю. Аминь. Запомнил? Сегодня, Даша, обязательно попробуем. Обязательно. Да, и вы, друзья, попробуйте тоже. Поддержим Егора. Спасибо. Спасибо, друзья. Ну, а мы, в свою очередь, Даше желаем вам легкого и удачного дня. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok